КОРОЛЁВСКИХ ЧТЕНИЯ Вот в перспективах нашей космонавтики Значит, ну вот это то, как их видит, какая энергия Значит, вот планируется Значит, ну одна из самых интересных вопросов Как они планируются сдавать тех тяжелую ракету Без которой планет на Луну невозможен Ну чуть-чуть погромче Значит, вот эта штука То, что сейчас планируется по планету Союз-5 Ракета среднего класса Значит, на керосиновом топливе И вот как из нее планируется делать ракеты Грузополенностью от 50 до 115 тонн Но в последнем случае тут уже плодородные ступени Значит, это альтернативное предложение Которое, скорее всего, принято не будет Но оно гораздо более интересное Это предлагает, значит, КБ Макеева из МИАСа Значит, тоже разные варианты использования Ну, керосиновых водородных ступеней Это водородные эминадовые ступени И это предлагают использовать трехкомпонентные двигатели Которые могут лаковать и на керосине, и на водороде Вот, но, конечно, самое интересное, что было, наконец, показано Это проект ГРЦ Минемакеева Система Корона Это некое продолжение моего доклада Про ракетные корабли Вот так они представляют Вот это ее, как они сказали, развитие С 92-го года и вот до наших дней Постепенная трансформация Значит, это используемые технологии И, ну, как бы, прототипы, конкуренты Вот, пошли у них характеристики Это траниктория полета То есть взлет, выход на орбиту Орбитальный полет, торможение и посадка Значит, варианты различных грузов В зависимости от режима полета Значит, ну, соответственно, она может использоваться Как многоразовая система Выводит один груз Может использоваться как одноразовая система Один раз уже без возвращения из космоса Со снятием части системы Это уже будет совсем другой груз И может использоваться как двухпусковая схема То есть одна ракета поднимает груз Но не имеет топлива для посадки Вторая такая же Поднимает ей топливо И производится дозаправка уже в космосе И обе садятся Обратно Обратно обе садятся Потому что для спуск Вторая ракета доставляет топливо для посадки первой На Луну? Нет, не на Луну Это все около Земли Про Луну тут речи нет Это все около Земли Значит, ну, тут конструктивные элементы Они предлагают использовать композиты целиком Понятно, значит, двигатель с центральным телом Вот тут нарисован вот так вот То есть фактически это двигатель выбернутый наизнанку Вот классический, а вот С внешним расширением на внешнем верности сопла Но это, опять же, развитие моего заклада Это как можно из ступени энергии сделать Значит, одноступенничную Многогазовую систему Но только они предлагают не организовать баки, а добавить двигателей Поэтому, соответственно, гораздо больше полезный груз Это, опять-таки, прототип Это вот объяснение, почему двигатель с центральным телом лучше, чем обычное сопло Потому что в любом случае сопло при посадке попадает в набегающий поток и может обгореть То есть уже будет не полностью многоразовая А эта штука, в общем, наверное, самая дорогая во всей конструкции Это режимы полета Это этапы создания Значит, ну, это отработка по элементной технологии Вот, помогаю, делопытная вещь, прототипы Значит, если посмотреть вот на схему общей ракеты Видно, что у ней вот баки большие И внутри них поменьше Вот в этих маленьких баках, в принципе, механицы топлива для посадки Но для отработки и технологии, и режима управления, главное Предлагается сделать маленький демонстратор Он, конечно, уже не будет ходить на орбиту Но он использует эти вот самые маленькие баки Вот, это полезные нагрузки, какие могут быть Значит, это ее применение для создания модульных станций Это еще Вот, ну и экономика Значит, экономику все считают Но, в общем, реально пока нигде в мире никто Ближе, чем на ответ рынок не попал Вот Это еще одна очень интересная разработка Значит, это предлагает товарищ из Бауманки Аспирант Аэроракетное транспортное средство Значит, Ил-76 В нем вот такой вот ракетный аппарат Значит, вот это Значит, ракетная ступень Которая вызывает разгон И вот это вот планер гидрозвуковой Который дальше уже летит только как планер Своим Значит Причем он Нет, это вот такой Вот он сверху Значит, вот Вот он так летит Это на гидрозвуковом режиме Ну, больно же я с пути Значит, почему такая стальная форма? Помимо Нет Он такой С вытянутой Помимо того, чтобы вписать в грузовой Тикл-76 Значит, по мере того, как он замедляет скорость Он трансформируется Вот режим полета показан Значит А вот на малой скорости Он поворачивается боком Раскрывает хвостовое оперение И превращается в самолет с толстым крылом И хвостовое оперение Значит Похожее по схеме было Очень давно Но, в общем Идея витает в воздухе Но пока так и не реализована Значит Ну, тут где-то 4-5 человек Один пилот и 3-4 пассажира Кресло пилота поворачивается Значит, в бок Чтобы он тут сидит и обвечивает управление Ну, пассажиры боком садятся Вот такое вот любопытное А стекла там нет Я не вижу Нет, а зачем? Зачем? Ну, телекамера И потом, извини, но на 25 махах стекло тебе особо как-то... А, ну, я этого сделала Вот Вот как он размещается в этом самом грузовом отсеке Вот зеленая, яркая, это конструкция самолета Такая вот эта вот ракетная ступень А вот красноватая, это сам этот планер Вот Вот это немножко, так сказать, истории Был доклад очень любопытный Значит, ну Как выглядел Буран, все примерно представляют, да? Значит В принципе, уже хорошо известно, что изначально Когда только начали его проектировать Он был бескрылый Но писали, что вот это в общем Ну, то же самое, тоже ракета поднимает бескрылый корабль На самом деле, все было несколько иначе И не только корабль бил бескрылый Но и ракета была с ним интегрированная Вот так оно выглядело Значит, первая ступень Вот три ракетных блока Так вот с пакетом На них вот девять двигателей Вторая ступень, это сам корабль И два сбрасываемых топливных отсека Вот это для него спасательная капсула Для экипажа Которая там на носовой части размещается И обреживает аварийное спасение на всех скоростях Ну, правда, как на нуле, не знаю Этого спасительного Он сейчас не объяснил Значит, вот это Так он выглядел Вот это вариант Причем он должен был садиться Ну, как горизонтально То есть вот так вот На турбореактивных подъемных двигателях Которые у меня вот здесь вот стояли Вот В наплыве таком, на динамическом Вот здесь это вот самая предыдущая схема Рисунок капсула Вот она вот здесь вот была бы Вот вариант с размещением двигателей Не в наплывах, а в корпусе Вот спереди и сзади И вот его полет Вот старт Отделение первой ступени Ракетная блоки тоже спасаемая Значит, ну и пошел дальше Видите, топливные антики сбрасываемые А сам корабль выполняет полет И посадку на двигателях Поскольку с двигателями тогда Были проблемы От них отказались От них отказались И сзади делалось парашютную посадку Но парашютная посадка Почти 80-тонного аппарата Это сложно И, в общем, от этого отказались И решили, что приняло лучше Значит, совершенно не факт Что эта штука была бы лучше банной Что бы себе сделали Но, во всяком случае Вот такое любопытное предложение было Вот Вот вкратце Такие наиболее для меня интересные вещи Которые прозвучали на срок вторых Крест и Сенех Которые пришли в конце января Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому